Объявляю начало финальной части конкурса бренд практика открытый и прошу первую команду загружать свою презентацию и начать ее показывать. Добрый день всем, меня зовут Сычев Дмитрий и я хочу вам представить результат работы моей команды. Готип рассчитан на международную аудиторию. Линии были оставлены, они сами создают земной шар. Ассоциации второго уровня остается и энергия. Для акцента был выбран чистый зеленый цвет, шрифт. Более устойчивый и стабильный, что создает ощущение надежного поступщика. Роботы это основной текст. Далее идет концепция самого сайта. Сайт был адаптирован для простоты навигации пользователя. Как референс брались иностранные сайты. Были учтены также новые тенденции в дизайне веб-страниц. Так это выглядит на устройствах. Фирменный стиль. Примеры использования фирменного стиля. Концепт маскота. Эмоциональный минимализм как у выпускских маскотов. Варианты с использованием цветов. Зеленый. Тот же чистый зеленый цвет, который был на катине. Те же варианты, только с ножками. Также тут есть вот такой вот вариант трансформаторной будки. В заключении хочется сказать небольшой взгляд в будущее. Что мы видим? Геридиан Нарк. Современного надежного партнета. Конкурентоспособного. Который может справляться с поставленными задачами. И давать клиентам то, что и будет. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, приветствуйте. Вопросов нету. Я вот как бы всех найду. Вот прям вопросов у меня нет. Ну в целом у меня тоже пока вопросов нет. Я думаю послушаем всем. Возможно появится. Отлично. Давайте вторая команда в ТЭПе. Спасибо первой команде. Спасибо. Над презентацией работали два студента второго курса. Максим Аверьянов и я, Меньшова Александра. Мы представляем свое видение фирменного стиля данной компании. Здесь мы расскажем, какие слоганы мы придумали, а главное зачем. Это доступная энергия. Энергия для каждого. Энергия в каждый дом. И лидирующие позиции занял слоган «Энергия для каждого». Наша цветовая палитра состоит из шести цветов. И уникальность ее в том, что в разобранном на оттенке состоянии эти шесть цветов способны передать абсолютно любой посыл, настроение, которое будет в интересах фирмы. Первый логотип мы решили изобразить в шрифтовом начертании. Вот цветовые решения. Следующий логотип интересен своей концепцией, своей историей. Вот варианты. Вот градиент как раз таки. И третий логотип. Если присмотреться, визуально вытягивать логотип, превращая его в башенку. Мы благодарим компанию «Меридиан Энерго». Мы благодарим организаторов конкурса за великолепную возможность применить знания на практике. Надеемся, что вам не было скучно, что вам было весело, что вам понравилось. И спасибо, что были с нами. Последняя команда. Подключайтесь. Меня зовут Анна. Я начну нашу презентацию. Становимся на логотипах. Мы набросали несколько вариантов, но решили остановиться на трех. Вариант первый. Логотип выполнен в стиле минимализма. На нем трендовая плоская графика, упрощенная форма. И нам показалось, что такой вариант будет интересным и запоминающимся. Следующий вариант. Также выполнен в стиле минимализма. Он более строгий и геометричный. И выглядит более статистично, нежели предыдущий. И третий вариант. Он в синем цвете. Решили включить геометрию. Также выполнен в плоской графике и довольно минималистичный. Ну, коллеги, давайте принимать решение. У меня есть, не знаю, попросила Елена какую-то квинтэссенцию сделать. Вот не знаю, насколько она полезна. Елена, ты это имела в виду? Да, 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 да. Ну, пожалуйста, давай. Я скажу, как есть. У меня фаворит первая команда во всех смыслах. Потому что это очень модная, крутая, современная стилистика. И эта работа тянет на агентскую работу, на работу серьезного сервиса или команды. Здесь балдовый логотип. Он масштабируется. Видно, что компания давно на рынке. Она современная. У нее все в порядке со вкусом. Налажены отлаженные процессы. Высокорезультативные. И все очень масштабно с амбициями. Задача основная состояла в том, чтобы создать индивидуальный стиль компании, именно бренд, логотип, чтобы она выделялась, скажем так, из общей массы. Смотрите, я выделяю из всех трех первую команду, что понравилось первой команде, что они предлагают современные варианты. Они проанализировали европейский рынок и на фоне этого всего дают такие современные европейские варианты. На мой взгляд, это очень интересно и может быть эффективно. Так, жюри посовещалось. Сейчас председатель жюри Игорь, который, собственно, является здесь самой весомой частью жюри, сейчас выскажет окончательное мнение по поводу гран-при. Уважаемые студенты, прежде всего, всем спасибо за проделанную работу. Все работы были интересные, для меня они были даже научные. Я начал понимать, из чего что создается, как-то все применяется. Проанализировав все эти работы, мы выбрали, можно сказать, единогласно победителем команды номер один, в которой именно для себя я вижу, что я бы применил данную работу у себя в реализации компании. Уважаемая первая команда, если получится высветить ваши лица, мы вас поздравим. Я тут один, но у меня камера убрала. Ну давай мы тебе поаплодируем и так поздравляем тебя. Ну все, на сегодня спасибо вам всем за участие. До свидания. Поздравляем команду победителя от Института бизнеса и дизайна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok